Он является очень востребованной и перспективной. Вызвано это тем, что пользователи сейчас в сети совершают все больше покупок и, соответственно, все больше оффлайн-бизнеса стремится в интернет. И для этого, естественно, нужны такие специалисты, о которых мы сейчас поговорили с Яковом и, соответственно, интернет-маркетолог, как специалист, который понимает все эти области. Есть определенные софт-скиллы, которые необходимо развивать и иметь для того, чтобы быть успешным, так сказать, в своей профессии. Это первый, конечно, аналитический склад ума. Любой интернет-маркетолог должен уметь анализировать и собственные действия, и также около 50% его работы занимает анализ действий конкурентов. И здесь, конечно, нам такое качество потребуется. Далее все-таки эта профессия одна из креативных. Человек должен обладать творческим потенциалом, так как это, можно сказать, вторые 50% в работе маркетолога или интернет-маркетолога. Как-то генерировать новые смелые идеи и, как бы сказать, быть склонным постоянно экспериментировать. Также наличие гибкости мышления немаловажно для успешной работы и желание постоянно развиваться, так как все знают, что невозможно, допустим, по маркетингу написать какую-то книгу, какой-то такой один постулат на все времена, потому что сфера настолько подвижная и быстро развивающаяся, что информация очень быстро меняется. Соответственно, нужно быть готовым ориентироваться в новой информации и в ней развиваться. Несколько слов про карьерный путь интернет-маркетолога. Можно сказать, что специалисты в данном направлении делятся на новичков и профессионалов. Хочу отметить, что новичок, огромный плюс в этой сфере, новичок становится профессионалом достаточно быстро, если он постоянно находится в поле своих коллег и в этом, так скажем, в поле своих профессиональных задач. То есть, когда вы начинающий интернет-маркетолог, вы обладаете теоретическими знаниями и определенными навыками, но не имеете еще опыт работы. И погружаясь в такую тематику работы, очень быстро можете охватить все области, в них получить, быстро развить свой навык. И, как я уже говорила выше, в интернет-маркетологи нередко попадают специалисты по продвижению сайтов, соцсетей и отдельным видам рекламы. Так как работа вынуждает активно интересоваться интернет-маркетингом и внедряя ее в приемы для улучшения результата. Но пока эти специалисты не получают таких комплексных базовых знаний, их тоже причисляет категории еще новичков. Соответственно, профессиональный интернет-маркетолог чаще всего досконально владеет приемами интернет-маркетинга и уже их отточил на практике. Он выступает отчасти и SEO-шником, и SMF-щиком, и таргетологом, дизайнером, и копирайтером. И знания этих направлений в сочетании с набором знаний в сфере маркетинга повышают эффективность таких специалистов, позволяют им видеть общую картину с высоты и внедрять необходимые стратегии проникновения на рынок. И давайте тогда сейчас посмотрим, как заработная плата на рынке распределяется. Видим, что в принципе специалисты достаточно востребованы, и рост зарплаты идет в зависимости от стажа работы. И также хочу сказать, что интернет-маркетологи, Яков, может быть, вы меня дополните, зарплата иногда зависит от результата труда. То есть чем больше вы привлечете клиентов, и чем больше будет прибыль компании, которая вас наняла, тем больше ваша зарплата. То есть можно говорить, что здесь представлена некая средняя, но также и есть у интернет-маркетологов бонусная часть. Также в этой профессии есть большой бонус, можно работать удаленно и можно работать по совместительству. И это позволяет тем специалистам, которые хотят, так скажем, не хотят переезжать в крупные города, где зарплата больше, работать удаленно и получать соответствующую такую зарплату, соответствующую крупным городам. Пожалуй, наверное, все, что я хотела сказать. Еще вот интересная статистика по данной сфере, что количество вакансий в данной сфере растет. То есть вы точно будете востребованы, если выберете для себя это направление. Мужчин здесь больше по статистике, чем женщин. И достаточно молодой возраст специалистов. И наибольший, конечно, спрос в Москве и Санкт-Петербурге на эти профессии. Но, опять же, поскольку профессия позволяет работать удаленно, то, по большому счету, можно жить и в других городах, получать достойную зарплату. Далее передаю слово Якову. И поговорим о тех наших возможностях учебного центра, которыми вы можете воспользоваться. и получить с помощью них необходимые компетенции для развития по данному направлению, для выхода на рынок труда. Яков. Хорошо, Ольга, спасибо. Трансляция видна? Презентация? Да, все видно. Все хорошо. Да, действительно, несколько слов о том, что мы предлагаем. Ну, во-первых, мы, конечно, отталкиваемся от того, что, собственно, востребовано на рынке. То есть мы, когда готовим, подготавливаем наши курсы, наши группы, мы всегда ориентируемся в первую очередь на уже имеющийся спрос, который мы точно знаем от наших партнеров, от тех, кто нанимает постоянно этих специалистов. Постоянно мы общаемся и работаем сами, как интернет-маркетологи. В частности, у меня свое диджитал-агентство. Я прекрасно знаком со всеми потребностями заказчиков на всех сторонах. И на сторонах, собственно, исполнителей и на стороне самих заказчиков. И в этой связи у нас есть большое количество направлений, и все они сливаются в одну общую дипломную программу. Но вы можете выбирать только одно какое-то узкое направление, которое вас интересует, а можете действительно взять полный трек. Кстати, есть еще одно понятие треки. Это группы курсов, которые позволяют на более выгодных условиях получить образование в какой-то определенной выделенной области. И на экране вы видите перечень основных наших курсов, которые, в свою очередь, можно собрать как в общую дипломную программу, так и объединить в отдельные треки, так и просто взять как отдельные самостоятельные курсы. Это первый курс «Основы интернет-технологий для маркетологов». Такое его название было придумано, потому что этот курс позволяет людям, у которых образование как раз-таки маркетологов, люди, которые закончили, скажем так, гуманитарные, получили образование в гуманитарной специальности, владеют ими, но у них не хватает достаточных знаний в области интернет-технологий. Этот курс вводный, он помогает даже тем, кто не знаком со сложными понятиями из категории HTML-кода и так далее, быстро и довольно эффективно погрузиться в основную терминологию, понять основные принципы работы интернет-сети, с которыми обязательно интернет-маркетолог вынужден сталкиваться, поскольку все-таки интернет-маркетолог – это, как я уже говорил, соединение маркетинга и интернет-технологий. Таким образом, этот курс позволяет всем, даже не имеющим специальной подготовки, достаточно легко войти в это направление и, соответственно, в дальнейшем уже идти на любой из остальных курсов, имея достаточный бэкграунд, достаточные знания в области основных интернет-технологий, которые обязательно потребуются на специализированных курсах. Без такой подготовки, как правило, сложно бывает проходить остальные курсы, если у вас такой технической подготовки нет, такого бэкграунда. Следующая группа курсов – это поисковое продвижение. Я уже говорил, что это основное направление в области вообще интернет-маркетинга, продвижения в поисковых системах. В данном случае мы говорим про два самостоятельных курса. Первый из них называется, собственно, органическое SEO-продвижение или органическое продвижение под поисковые машины. Называется оно сокращенно SEO – Search Engine Optimization. И второе направление – это тоже отдельный самостоятельный курс. Это контекстная реклама, это продвижение рекламное уже, но также для поисковых систем и включает в себя этот курс рассмотрения рекламных кабинетов Яндекс.Директа, Google Ads, которые являются лидерами в настоящий момент на рынке и охватывают практически 98% всей интернет-аудитории поисковых машин. Как правило, в большинстве случаев интернет-маркетологу невозможно быть эффективным, если он не умеет работать с аналитикой, потому что интернет-маркетинг в обязательном порядке – это какие-то бюджеты, это какие-то усилия, направленные на продвижение ресурсов и, соответственно, необходимые инструменты, которые позволяют эту эффективность оценивать, эффективность расходования средств, рекламных бюджетов. Основы веб-аналитики – это тот курс, который знакомит наших слушателей с основными особенностями современной интернет-аналитики. Мы в рамках этого курса устанавливаем, настраиваем рекламные счетчики, мы разбираем настройку аналитических кабинетов Google Аналитики и Яндекс.Метрики – два основных, наиболее популярных инструмента, а также касаемся такой темы, как аналитика в социальных сетях, потому что и Facebook, и ВКонтакте имеют свои собственные кабинеты аналитики. В Facebook это называется Facebook Pixel, ВКонтакте называется, соответственно, также ВКонтакте Pixel и так далее. И дальше уже этот курс, будучи таким же вводным, он уже позволяет идти нашим слушателям на любой из курсов по аналитике, то есть либо на Яндекс.Метрику – самостоятельный отдельный курс, либо на Google Аналитику тоже самостоятельный отдельный курс. Выбор за вами, какой из инструментов будет для вас предпочтительней, какой инструмент больше востребован, я могу лишь сказать, что, конечно, Google Аналитикс является универсальным международным инструментом, поэтому чаще всего в большинстве случаев он обязательно используется на сайтах, в любых компаниях, поскольку и тот, и другой инструменты бесплатны, то чаще всего, конечно, стоит и метрика, и аналитика, но по большей универсальности, конечно, по широте использования Google Аналитик лидирует, но метрика в этом смысле не сильно отстает. Современные возможности метрики дают множество таких возможностей, которых нет в Google Аналитике, поэтому владельцы современных интернет-проектов, как правило, предпочитают использовать оба инструмента. Таргетированная реклама, это у нас продвижение в социальных сетях, соответственно, и сам курс SMM, два отдельных самостоятельных курса, но охватывающие, собственно говоря, рекламу прямую в социальных сетях, и нативное или органическое, точнее говоря, продвижение в социальных сетях за счет продвижения страниц, групп, увеличения популярности, соответственно, этих групп формирования некой лояльной аудитории, сообществ и так далее. Таргетированная реклама, это рекламные кабинеты ВКонтакте, и Фейсбука, Инстаграма, Одноклассников. Мы рассматриваем в рамках этого курса эти инструменты, как создавать рекламу, как ее настраивать, как таргетировать, как собирать аналитику, опять же, как оценивать эффективность, как выделять средства, ну и так далее и тому подобное. И в рамках остальных направлений я хочу выделить такие курсы, как email-маркетинг, о чем я уже упоминал сейчас в настоящий момент. Это очень важный элемент любой общей стратегии интернет-маркетинга, поэтому специалисты по email-маркетингу особенно востребованы также. И есть у нас отдельные курсы, которые направлены на смежные специальности. Это мастерская продающего текста, например, которая позволяет познакомиться с созданием контента, контент-райтеров, которые... Также есть отдельно еще курс по этому же направлению, более углубленный. Есть курсы по построению лендингов. Очень многие интернет-маркетологи используют современные конструкторы, такие как Wix, Tilda и так далее, для создания быстрых посадочных страниц, которые позволяют в дальнейшем конвертировать аудиторию, которую приводит маркетолог любыми вышеперечисленными способами в уже целевую клиентскую аудиторию. И здесь не перечислено, но хотел бы не забыть еще курсы по UX, UI, юзабилити, так называемые, да, это курсы больше уже для людей, которые работают с интерфейсами, но тем не менее, например, в интернет-маркетинге создание того же лендинга или создание какого-то интернет-ресурса или мобильного приложения, оно обязательно тесно переплетается с маркетинговыми задачами, поэтому это тоже у нас присутствует. Вот основной перечень, и мы, в свою очередь, в рамках нашего центра имеем очень богатую экспертизу в подготовке специалистов в этой области. Наши курсы идут в формате интенсив, это позволяет за достаточно короткий промежуток времени дать возможность слушателям получить максимум необходимых навыков и знаний, и кроме того, у нас в настоящий момент каждый курс записывается, и поэтому слушатели получают в подарок дополнительно еще и запись про пройденного курса, которая позволяет им на протяжении 6 месяцев обращаться к материалам курса, то есть не только то, что человек запомнил или записал, но еще и можно возвращаться к любым темам, которые заинтересовали слушателям многократно, никаких ограничений по доступу к этим видеозаписям нет. Ну и, как уже говорила Ольга, интернет-маркетинг в настоящий момент это очень популярное направление, оно будет только расти, это однозначно, здесь нет никаких двух мнений. На протяжении последних 10 лет активно интернет-маркетинг развивался, сейчас мы видим, что никакого потолка он еще не достиг. Меняются технологии, добавляются новые инструменты, но лимитов здесь нету, в этой области можно развиваться и образовываться бесконечно, поэтому рост будет, востребованность в таких специалистах только растет, все больше и больше, особенно в связи с кризисом, с коронавирусом, вы знаете, большинство компаний переместило свои активности в область интернета, и в этой связи интернет-маркетологи стали еще более востребованы, количество этих инструментов растет, требования, соответственно, тоже растут, поэтому специалисты, которые действительно имеют хорошую базу, они будут всегда в цене, специализации появляются, ну то есть, как я уже говорил, чаще теперь уже не специалисты широкого профиля востребованы, а обычно, как правило, компании уже, которые могут себе позволить, стараются под каждое направление взять отдельного специалиста, создают отделы интернет-маркетинга, куда входит, как правило, специалист из каждой области, аналитик, контекстник, таргетолог, SMM-щик и так далее, то есть, в крупных компаниях это точно так, и поэтому узкая специализация является очень хорошей стратегией, и не забываем про то, что с аналитикой надо работать любому интернет-маркетологу, поэтому направление веб-аналитики, оно востребовано все больше и больше, а также мы видим и наблюдаем это, и Ольга подтвердила в своем докладе, что спрос на таких специалистов растет, поэтому нет никаких сомнений, что человек, который сейчас вложил усилия свои в получение этой профессии, в ближайшие, ну, я, конечно, не берусь гадать, но минимум лет 10, как минимум, мы точно будем наблюдать рост спроса на эту профессию. Надо точно понимать, что в этой профессии нужно постоянно чему-то учиться новому, она будет обязательно трансформироваться, но пока интернет в том виде, который мы знаем, существует, интернет-маркетологи будут также нужны. Про интенсивы я уже сказал, и, соответственно, Google Analytics, Google Ads, Google Search Console, Google Tag Manager, Яндекс.Метрика, Яндекс.Директ, Яндекс.Вебмастер, масса SEO-инструментов и так далее, это те реальные, ну, опять же, стоит не забыть про, опять же, Facebook рекламный кабинет, Facebook Ads, ВКонтакте реклама и так далее, то есть рекламные кабинеты социальных сетей. В общем, продолжать здесь можно долго, все это рассматривается в наших курсах, и на этом я бы хотел уже подойти к финальной части, передать, наверное, слово еще раз Ольге, возможно, она что-то хотела у нас сказать еще, и если появились, с удовольствием отвечу на любые вопросы, которые у вас будут. Да, хотела немного рассказать про дипломную программу. Вот на предыдущем слайде обращала ваше внимание на то, что в отрасли до 85 работников с высшим профильным образованием, и это правда важно, бывает, если вы попали в определенную сферу и решили там остаться. И вот наша дипломная программа, о которой хотелось бы сейчас рассказать, специалист по веду продвижению, как раз помогает вам, если у вас есть первое непрофильное образование в любой другой области, на базе первого высшего получить диплом именно профессионального образования, которое называется переподготовка по специальности, и официально подтверждающий, что вы специалист в данной области и имеете право практики. Если же вы заканчиваете час курсов, то у вас, соответственно, будет свидетельство о повышении квалификации. Все обучение у нас имеет лицензию, то есть тоже на достаточно хорошем уровне. Хотелось бы сказать немного про форматы. Есть различные форматы, есть очное обучение, когда вы, как по старинке, приходите в класс, есть обучение очно-заочное. Например, когда вы смотрите материал в записи и встречаетесь с преподавателем на установленных занятиях по курсу, чтобы, так скажем, задать какие-то свои вопросы во время обучения и проверить, усваиваясь материала или ответить на какие-то вопросы после в каждом из курсов. Также есть обучение у нас индивидуальное, но оно стоит, конечно, немножко дороже. И также есть открытая форма обучения, когда вы смотрите запись, а преподаватель, запись обучения, преподаватель находится с вами в классе и по поднятой руке к вам сразу же подходит и что-то может пояснить. Если вам все понятно, вы продолжаете смотреть. Также иногда преподаватель включается и делает свои комментарии всему классу. Данная дипломная программа у нас представлена во всех вариантах, о которых я рассказала. Стоимость ее от 90 тысяч рублей. И это будет, в нее входят все курсы, о которых сказал Яков. И вот суммарно это дешевле, чем покупка каждого курса по отдельности. И спасибо всем, кто сегодня дослушал нас до конца. Я хотела бы вам сделать такой подарок. Это сертификат на 9 тысяч рублей при покупке дипломной программы. То есть в течение трех дней после нашего сегодняшнего вебинара по промокоду вы можете у наших менеджеров им воспользоваться. И если решитесь на обучение вот такое расширенное. Я вам сейчас отправлю эту информацию в чат на всякий случай. Также что еще хотелось бы сюда добавить. У нас по интернет-маркетингу большое количество курсов. Сейчас покажу вам. У нас есть несколько дипломных программ и большое количество курсов, в которых, естественно, вот самому человеку очень сложно разобраться. Я понимаю, потому что как скомпоновать их под ваши нужды, как сделать это выгодней. И для этого я вам хочу порекомендовать такую вот бесплатную консультацию наших специалистов. На нее можно записаться и специалист с вами сам свяжется. И вместе с вами поможет простроить ваше карьерное продвижение к выбранной вами специальности либо направлению. Почему это важно? Как консультант по трудоустройству я хотела бы обратить ваше внимание, что неважно, в какой вы области работаете, если вы хотите карьерно развиваться и расти, то надо простраивать некий свой карьерный путь. И на этом пути у вас обязательно должны быть такие ступенечки для продвижения по ступенечкам вверх, такие, так скажем, планы, как повышение, квалификация, развитие своих профессиональных навыков. И желательно их планировать на год вперед, чтобы они вписывались между вашими отпусками, как-то вписывались в вашу какую-то трудовую деятельность, потому что любая профессия не стоит на месте, она развивается, тем более интернет-маркетинг. И важно эти шаги карьерные планировать. Они, естественно, сейчас в современном мире завязаны на навыках. Соответственно, мы в этом поле работаем, как учебный центр, и помогаем нашим слушателям. В чем еще бонус дипломной программы? То, что вы через, в течение полугода после ее окончания будете иметь скидку 50% на все онлайн-курсы. А также к ней, к дипломной программе, разработан ряд курсов, которые идут для вас со скидкой. В том числе. Уважаемые слушатели, я бы сейчас вернулась. Может быть, есть какие-то у вас вопросы по дипломной программе, либо по самой профессии, на которой мы с Яковом с удовольствием вам ответим. Можно включать микрофончик, задавать, или писать в чат. Я также про дипломную программу могу сказать, что она может корректироваться, если какие-то курсы вы уже прошли. Вы можете, просто допройдя остальные курсы, в итоге получить вот такой диплом о повышении, о переподготовке по специальности. Также, если какие-то курсы из дипломной программы вы уже освоили самостоятельно где-то, то наши менеджеры вам также помогут заменить их в дипломной программе теми, которые вы еще не знаете. Наши менеджеры всегда на связи, всегда готовы ответить на любые ваши вопросы. А пока мы с Яковом внимательно вас слушаем, если есть. Ольга, хотел бы еще спросить у вас уже, любые программы обучающие, они же еще могут быть использованы для вычета налогового, да? Да, обучение можно давать, да. Это очень выгодная история, если человек работает, постоянно платит НДФЛ, то за счет вычета можно просто вернуть всю стоимость обучения. Ну, наверное, не всю, а по-моему, 13%. Да, в рамках налогов, которые он уплатил. Вот. Да, я сама когда обучалась, я тоже подавала. Тут важно, чтобы учебный центр имел лицензию, имел соответствующий сертификат, и это мы все имеем. Я просто хотел сказать, что у нас есть сертификация и все остальное, да. Вот. Часто еще вот слушатели задают такие вопросы по поводу, может быть, того, какие, да, вот какая должна быть база. Может быть, вот я предложила бы спросить аудиторию, вот напишите, пожалуйста, вы новички в интернет-маркетинге или уже где-то практикуете? Вот можно поставить новичок там ноли, или уже начали практиковать единичку, чтобы вот как-то понимать вообще, кто сегодня собрался. Или пятерка, это уже профессионал. Так, Надежда, Алексей поставили. Вот остальные тоже участники. Напишите, пожалуйста, чтобы мы немножко понимали. Вот я вижу два нолика, да, может быть, тогда мы с этого начнем. Вот если совсем у человека пока еще нет никаких знаний, да, в этой области, вот, Яков, вы с чего посоветовали бы начать? Вот с какой базы? Потому что я понимаю, если человек не готов, да, пока вот хочет просто что-то попробовать для себя, стоит ли ему туда идти, для себя стоит ли ему туда идти, не стоит ли, да, как некий тест, вот, с каких знаний можно было бы уже выйти на рынок, чтобы, как бы сказать, их применять и быть востребованным? Ну, вот тут я вернусь к вот этому слайду, где я рассказывал о том, что для тех, кто вообще в эту область приходят из смежных каких-то, из других направлений, для кого это все в новинку, курс «Основы интернет-технологий» для маркетолога – это такой хороший старт, хорошая база, которая даст необходимую технический бэкграунд, необходимую подготовку для всех остальных курсов. А дальше, если не говорить про дипломную программу, которая включает в себя все, для тех, кто собирается начать постепенно, то лучше выбрать какое-то направление, которое наиболее близко им. Ну, например, хорошо знаком с социальными сетями, очень люблю их использовать, постоянно и активно там присутствую и так далее. И, ну, очевидно, в этом случае, наверное, таргетированная реклама, либо SMM на ваш выбор, а лучше и то, и то, потому что это взаимно дополняющие направления, было бы освоить, тогда вы сразу становитесь специалистом как минимум по одному направлению. То есть вы можете уже, в принципе, искать работу для специалистов по продвижению в социальных сетях. Но не забываем о том, что любой специалист по интернет-маркетингу должен как минимум знаком быть с основными инструментами аналитики. Поэтому хотя бы основы веб-аналитики или Яндекс.Метрика, или Гугл.Аналитика, что-то из этого стоит также еще добавить по-хорошему. В свою очередь, если вы более такой с техническим складом человек, вам нравится больше разбираться в алгоритмах и работы поисковых машин, вам знакомо понятие продвижения в поисковых машинах, особенно бесплатное продвижение, SEO, которое очень популярно, то очевидно, что стоит выбрать сразу оба этих курса. Это и поисковое продвижение органическое, и рекламное продвижение, так называемая контекстная реклама. И опять не забываем про веб-аналитику, потому что без анализа эффективности работы, без сбора статистики по посетителям вы не сможете быть специалистом хорошего уровня. для любого руководителя важно, чтобы специалист по интернет-маркетингу мог не только провести рекламную кампанию, но и предоставить по ней отчеты, проанализировать ее эффективность, внести изменения туда, где эти изменения требуются. В далеко не всех компаниях присутствуют отделы веб-аналитики в полном объеме, очень часто это либо один, либо два человека, которые часто загружены своими задачами, и поэтому интернет-маркетолог должен во многом быть еще и аналитиком в себе. Ну и опять же, если в какой-то области вы связаны с копирайтингом, то есть вы, например, хорошо чувствуете перо, то есть вы не графоман, но как минимум человек, которому нравится это направление, я бы, конечно, рекомендовал на направление рассмотреть на копирайтинг. Это и мастерская продающего текста, и профессиональное написание текстов. У нас несколько курсов, как я уже говорил, в этой области. Собственно, если вы уж совсем прям человек из категории разработки, то есть если вас привлекает создание интернет-ресурсов, то здесь я бы порекомендовал курсы по лендингам, курсы по CMS, то есть WordPress, Bittrex, администрирование этих систем, которые позволяют не только строить прекрасные интернет-проекты, но еще и заниматься их продвижением изнутри, то есть знакомство со всеми техническими аспектами построения таких проектов. Это вот тоже отдельное самостоятельное направление, которое также очень востребовано. Ну и не забываем про тот же e-mail маркетинг и про другие виды продвижения, которые, возможно, вас тоже крайне заинтересуют. А как правило, e-mail маркетинг интересен тем, что он тесно интегрируется со всеми остальными видами маркетинга, потому что он является и самостоятельным одновременно, и очень часто вспомогательным инструментом. Вот это общая канва, от которой я бы отталкивался, а дальше уже все будет зависеть от ваших, ну, будем так говорить, склонностей, интересов, имеющейся подготовки. Со всеми этими вопросами можно обратиться к нашим специалистам, в частности, вот Ольга, она у нас как раз эксперт по помощи, по трудоустройству. Она может подсказать, куда лучше, какие выбрать направления, исходя из спроса на рынке. Уважаемые слушатели, есть ли еще какие-то вопросы, пишите, у нас еще две минутки есть, чтобы на них ответить. Мое мнение, вот, по поводу выбора направления, все-таки надо ориентироваться на свой интерес. Можно, конечно, ориентироваться на спрос на рынке, но поскольку эта сфера и так, в принципе, достаточно активная, и специалисты постоянно требуются. Когда вы учитесь, надо много вкладывать сил, энергии, и невозможно их вкладывать в то, что денежная мотивация быстро уходит. Ваш личный интерес и профессиональный интерес, да, вот в этой сфере, он с вами останется и будет вас поддерживать. Потому я всегда рекомендую его как маячок для себя все-таки выделять. Потому что, по большому счету, на профессиональном рынке, на любом рынке нет конкуренции, если человек занят своим делом. Он просто, ему интересно расти, развиваться, изучать новые направления. И за счет этого он развивается и продвигается. Надежда, и вам спасибо, уважаемые слушатели. Всех благодарю, что присоединились к нам онлайн. Будем рады видеть вас на наших курсах в учебном центре. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, все ссылки, все телефоны, контакты есть в чате. Можно его сейчас еще раз посмотреть. Приходите к нам на мероприятия, о которых я вам рассказала. Яков, я тоже вас благодарю. Я думаю, что здесь можно остановить запись и оставить чат, просмотреть для слушателей, которые у нас онлайн. Я тоже хочу поблагодарить всех наших слушателей. Спасибо всем, кто к нам подключился. Ждем вас на наших курсах. Приходите к нам на бесплатные семинары, которые мы проводим еженедельно. У нас на сайте специалиста большой-большой список мастер-классов. Так что приходите, записывайтесь. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.